Я сегодня прям нарядная, вся себе нравлюсь тоже. Хочу выпить за всех тех, кто сегодня здесь собрались, да? С юбилеем тебя! Всем привет! Я начинаю свой новый блог. С чего хочу начать? Мне пришла посылка. Я заказывала на сайте подарок для дочки. И я хочу уже ее распаковать вместе с вами. Посмотрим, что там лежит. Это мишка ручной работы, делом из роз. Я вообще решила дочке сделать необычайный подарок. Я хотела сначала букет цветов подарить, но так как цветы быстро завянуть, память не останется. А эта игрушка, она сочетает в себе и любовь к мягким игрушкам, и любовь к цветам. Притом, это розовый цвет ее любимый. У мой, кстати, тоже. Вообще, на сайте, где я заказывала этого мишку, там есть цвета еще белый и красный. И размеры от 20 см до 70 см. Такой подарок будет приятен и даже взрослой женщине, не только девушке. И не обязательно там на день рождения, на любую праздник, а можно без повода. Я решила подарить такой подарок дочке вообще без всякого повода. А просто за то, что она у меня есть, за то, что я ее люблю, за то, что она помогла мне стать блогером, за то, что она помогает мне монтировать фильмы, подсказывает темы, подсказывает вообще в работе, в творчестве, во всем. Мы с дочкой такой хороший тандем. А вообще, мишку можно подобрать, исходя из личных предпочтений того, кому вы будете это дарить. Либо просто под интерьер подобрать. Кстати говоря, мишка пахнет чем-то таким интересным запахом. А вообще, можно на него побрызгать любимый парфюм. И он будет радовать еще и парфюмом, создавать эмоциональное настроение. Вообще, его хочется, честно говоря, обнять. Я уверена, что моей дочке этот подарок понравится. Он понравился мне, и мне кажется, он понравится любой женщине. Потому что он такой приятный на ощупь, такой славненький. И здесь очень много-много цветов, много роз. И такой подарок будет стоять долго и украшать вашу комнату. Если кому-то интересно, где я заказывала, я ссылку оставлю под видео. Я сейчас поставлю этого мишку в комнате. Уберу со столика сейчас все. И поставлю туда розовую мишку. И что она скажет интересно, когда придет? Я представляю. Она, наверное, будет в восторге. Я постараюсь вам показать ее реакцию. Оставайтесь со мной. Он пахнет, кстати, еще. Мне кажется, что его надухать или, знаешь, чем этим? Виктория Сикрет. У меня просто есть три аромата. Это очень интересно даже. Может, им правда надо лучше. Блин, он такой классненький, такой маленький. Спасибо. Ну вот, девчата, вот я вручила подарочек. Ей очень понравился. Как тебе вообще на его ощупь вообще, да? Ну я вообще видела таких мишек на самом деле. Где-то уже не помню где. Но не трогала их и не нюхала. Вот. Но я думала, что он на ощупь немножко другой. А ты вот мне его задарила. И он на самом деле такой классненький, мягенький. Хочется его трогать. Вот. И приятный аромат от него исходит. И теперь он будет у меня на пони в моих видосах. Так что... Он тебе идет. Да, мы, кстати, с ним в интерьер. Вот, что значит делать добрые дела. И тебя одарят подарками. Спасибо. Ну все. Я, девчата, дочечке сказала все, что я сказала вам. За что это ей подарочек. Она вот все. Ну ей понравился. Всем доброе утро. Наступил новый день. Привет, скажи всем. Привет. Все. Ну сиди. Бабушка пока тут пьет кофе. Кофе пью растворимый. Кстати, в отличие от дочки, она пьет натуральный молотый. Но я натуральный молотый пила раньше и отказалась от него. Потому что я узнала, что он повышает холестерин. Он заставляет печень вырабатывать собственный холестерин. В общем, об этом мы поговорим как-то в отдельном видео о кофе. Если вам это интересно. А я кофе пью растворимый. Ну мне, во-первых, это удобно и это безвредно для тех, у кого высокий холестерин. Вообще кофе я люблю не с кафе Голд, сублимированным. Или черная карта, или якобс монах мне нравится еще. Ну вот такие вот. Я другие пробовала, они мне не нравятся на вкус вообще. А вообще растворимый кофе, я вам хочу сказать, он очень удобен тем, что я могу его растворить в той температуре, в какой мне надо, хоть в холодной воде. Я утром пью его покрепче, а потом в течение дня я его пью уже послабее. Так, такой напиточек типа делаю, да? Ну а сахар я заменяю вот. Вот у меня подсластитель. Кто-то спрашивал, какой у меня сахарозаменитель. Ну он может быть в такой упаковке, в другой. Но в любом случае это такие вот таблеточки маленькие. Одна таблетка равна одной чайной ложке. Ну он мне подходит. А тот, который в порошке, ну мне он не понравился, он мне не подошел. Но утро у меня всегда начинается с кофе. Пока я его не попью, я ничего не соображаю. В общем, пока раскачивается, я всегда с утра пью кофе. Потом уже начинаю что-то думать и что-то делать. А вообще сегодня необычный день. Сегодня мы отмечаем день рождения моего сына. У него юбилей. Ему исполнилось 30 лет. Очень сложно мне поверить, что уже мой младшенький уже достиг такого возраста. Кстати, сыночек, я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Я поздравляю тебя еще раз с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья и вообще успехов во всем. Исполнение всех твоих желаний. Хорошего настроения всегда. Денечкой поздравляю. Живи и радуйся жизни, сынок. Чтобы у тебя всегда было все хорошо. Удачи тебе, Вася. Сегодня мы поедем отмечать день рождения сына. Сегодня будем прихорашиваться, наряжаться. А пока что бабушка только умылась. Сидит умытое, еще не накрашенное. Но уже голову помыла, выложила голову. Так что дальше будем краситься сегодня, наряжаться. И пойдем. Денечка будет сегодня у нас красивый тоже, да? Нарядные все будем. Посмотрим, что там будет. Что за веселье у нас. Спокая вот такая. Растрепа с утра. А потом будем краситься. Опа! Преображение. И накрасилась, ребята. Уже подготовила лицо пока. Пока красилась, хочу вам сказать. Все время думала о сыне. Сегодня как раз повод о нем поговорить. Но много ничего не буду говорить. Просто хочу сказать, что у меня очень хороший сын. У меня вообще замечательные дети. Он внимательный, заботливый. Он самостоятельный. Вообще мужчина, который помогает нам по дому, если что-то надо прибить или там просверлить, мы его зовем. Он вообще умничка. Работает в семью. Все, что он добился, вообще все он добился сам. У меня самостоятельные дети. Я их растила так, чтобы они могли обходиться без моей помощи и самостоятельно принимали решения, самостоятельно что-то делали. Я им всегда говорила, все, что вы делаете, это вы делаете все для себя. Я сегодня есть, завтра меня нет. Вы создаете свою жизнь сами, своими руками. Мои дети, по-моему, счастливы. И я очень их люблю. Виталечка, сынок, я тебя просто обожаю. Я, к сожалению, очень редко об этом говорю, потому что вот ежедневная рутина, у тебя работа, дела, семья. Я тут тоже вот закрутилась и то с ребенком посидеть, то сейчас вот блогером стала. В общем, много времени провожу у дочки. Но ты знай, что я тебя очень-очень люблю. Я тебя обожаю. Ты у меня самый лучший сын. И дочка у меня самая лучшая дочка. В общем, обожаю своих детей. Сыночек, я тебя целую в обе щечки. С днем рождения, дорогой. Так что, мои дети, вы мои любимые, самые любимые, самые лучшие. Вы замечательные, вы самостоятельные. Я вами горжусь. Ну, а пока все. Будем сейчас дальше готовиться к нашему торжеству. Оставайтесь со мной. Я вам покажу свой наряд, в котором пойду. Посмотрите, в чем я планирую пойти. Вот какая замечательная туника. Я, кстати, похудела. Сегодня я взвесила 71 килограмм. Животик еще чуть-чуть есть. Но уже можно его втянуть даже. И уже даже какая-то стройность вырисовывается. Как вам нравится вот эта туника? Мне она понравилась. Я ее увидела на сайте у дочки в магазине. Я вообще обожаю такую вот расцветочку. Вот эти вот розовые, сиреневые тона. Расцветка понравилась. И размер оказался мой. И она, кстати, была в единственном экземпляре. Вообще, у нее много таких хороших там, замечательных вещей. Вот. Ну, вот эта вот мне туника понравилась. И она мне ее подарила. И я в ней сегодня пойду на торжество. Ссылочку на ее магазин я оставлю внизу. Заходите, смотрите. Там много чего интересного. Как я вам нравлюсь. Если у нее прям нарядная, вся себе нравлюсь тоже очень. Она мягенькая, такая хорошая. И в меру теплая. То есть, не жаркая, ничего. То, что нужно прямо сейчас. Ну, вот, мои хорошие, мы уже в кафе пришли. Вот мое все в семействе. За столом сидят. Нотик, он. Нотик, привет. Ну, и это вся наша родня. Родственники родственников. Это у нас кто? Это ты. Одевает кроссовочек, перебывает. Ну, все. Подарочек я вручила. Сейчас садимся покушать. Пожелись хочется. Мам, я душу, да? В общем, у нас такая семейная компания. Сидим, разговариваем. О своем давно не виделись со многими. Есть о чем поговорить. Не виделись, посмотри, Веронин. Да, чуть-чуть. Смотрите, пиши на меру. Разговариваем. А вообще, с детьми тоже не очень-то удобно. Все снимать. Просто как бы руки заняты. Поэтому в кафе я много снимать не буду. В общем, по чуть-чуть поснимаю. Тут есть детская комната. Аниматор, то есть, с детьми. Наш Денечка зашел, ему так интересно, что он тут делает. Вот, детей разукрашивает лицо. Помашите ручкой. Я не узнала. Это же наши дети. Тимур, это Настя. А я не узнала. Денечка, иди сюда. Ты чего мне там колотишь? Смотри. Денька, тебе, наверное, тоже надо что-то нарисовать. Привет, дружок. Но он еще пока, наверное, не дорос. Да, Деня? Может, заходит. Ревнует. Ревнивый ты у меня. Да, внук? Тимур, покажи, что там сделаете. Селина тоже снимает. Вот такая детская комната. Наших детишек уже разрисовали. Какая красота. Детям есть поиграть. Что мы хорошие. Вот. Наши. Дядь. Я уже пью. Я не пью. Я не пью. Пьют уже без меня. Я, ребята, с вами челкаю. С вами ура-ра. Челкаю с вами. Все. Заименинника. Да. Все. Не держите, не грейте. За маленькую. За маленького. За маленького. За большого, младшего, братина. У нас ребенок капризничал, капризничал. Его дали ему мультики. Все. Теперь он занял. У тебя что, новое платье, что ли? Да. Да. Красиво мне идет. Ребенок весь в телефоне. Главное, чтобы не капризничал. Да. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, любимый брат. С днем рождения, любимый брат. С юбилеем тебя. Думай. Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Молодец. Что мои там детки делают? Доча тут зависла с детишками с нашими. Ой, молодцы какие. Такая не упадет. Все кубики нашли? Да. Деть. О, нашли еще кубики. Дейте, мама. Дейте, мама. Вот хорошо, что здесь есть детская комната. Ну, хоть дети чем-то занимаются. Пока взрослые сидят за столом. Пока там пьют, закусывают. Будем, давайте помашем. Начинаем. Всем подписчикам, моя мама, привет. Подписывайтесь на канал. Хочу выпить за всех тех, кто сегодня здесь собрались. За то, что вы пришли сюда. Поздравить меня с юбилеем. Я очень рад. Всем здесь. Ну, давайте выпьем за это. Молодец. Ну что, мои хорошие. Вечер сегодня подошел к концу. Повеселились. Погуляли слабненько. Устали. Страшно. Приехали домой. Сейчас дочь укладывает внука. Я буду снимать косметику. И тоже буду отдыхать. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok